МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Гудок надежды. Запорожские железнодорожники поддержали надежду Савченко. Оптимизация школ. Для чиновников необходимость, для родителей трагедия. Разгром киевских студентов БК Запорожье на ходу. Как правильно радоваться приходу весны. Мастер-класс от жирафа. Не дня без декоммунизации. Сегодня в областном центре демонтировали памятник Сергею Кирову, который располагался возле одноименного дворца культуры на проспекте Металлургов. Около 10 часов утра сотрудники Запорожского алюминиевого комбината начали демонтаж. Процесс затянулся. Рабочим дважды пришлось подпиливать нижнюю часть монумента болгаркой. В итоге снять памятник с постамента удалось только с четвертой попытки. Пока Горсовет не определит дальнейшую судьбу памятокоммунистического режима, скульптура будет храниться на одном из складов алюминиевого комбината. Напомним, сегодня же был окончательно демонтирован памятник Феликсу Дзержинскому, а 9 марта снят бюст Сергор Джанетидзе. Спасти надежду. Почти 300 тысяч сотрудников украинской железной дороги подключились к общенациональной кампании в поддержку Надежды Савченко. Сотрудники вокзала Запорожья-1 также не остались в стороне. Подробнее Екатерина Даньшина. Уже на протяжении 6 дней по всей Украине проходят акции в поддержку Надежды Савченко. Это митинги, шествия, молитвы. Сегодня вышли поддержать надежду работники украинской железной дороги. Это порядка 300 тысяч работников выйдут на крупные железнодорожные вокзалы, чтобы поддержать Надежду Савченко. Немногим известно, что карьеру военного Савченко начинала именно в железнодорожных войсках. Сейчас украинскую летчицу обвиняют в убийстве двух российских журналистов. Ведутся судебные заседания, дату оглашения последнего приговора постоянно оттягивали. В знак протеста Надежда объявила сухую голодовку. Это как нужно бояться женщину, заправдовать ее в буцегарню и знущаться. Это только слабкая духом человек, и он не мужчина. Вот сейчас уже сегодня появилась информация о том, что она прекратила голодовку, но к ней не допускают украинских врачей. То есть это также будет одно из наших требований, чтобы к ней попали врачи. На площади Запорожского вокзала более 30 человек. В руках у каждого листы с буквами. Выстроившись в линию, люди образовывают словосочетание «Свободу Савченко». Здесь не только работники железной дороги. Это волонтеры, пассажиры и просто неравнодушные горожане. К акции может присоединиться любой желающий, и поприсутствовать, и поддержать таким образом нашу надежду. Люди говорят, поддерживать украинку собираются вплоть до оглашения приговора. Произойдет это 21-22 марта. Сегодняшняя акция длилась около получаса. По всей Украине в знак солидарности с Надеждой Савченко в 14.10 поезда дали гудок. Екатерина Даншина, Юрий Васильченко, ТВ5. Некультурная свалка на улице Культурной. Хозяин одного из частных домов в областном центре завалил свой двор ненужными бытовыми и строительными отходами. Там образовалась огромная куча мусора. Чем опасна эта свалка и имеют ли право ее ликвидировать коммунальные службы, узнавали наши журналисты. Мусор возле дома номер 125 по улице Культурной накапливался несколько лет. Неоднократно к хозяину дома приезжали коммунальщики и представители санстанции. Просили провести санитарно-эпидемическое обследование и убрать мусор. Только вот мужчина категорически против какой-либо помощи. Там ничего такого нет. На лес, это кажется, что там много сверху. Там коридор, на коридор наложено. Потому что калитку закрыло. Все это металл, вытаскивали все. Кражи, 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 кражи. Куча бытовых и строительных отходов, неприятный запах со двора и множество грузунов. От этого страдают люди, живущие неподалеку от дома Виктора. Жалуются на свалку и Анатолий. Мужчина живет по соседству. Каждую осень ему приходится всяческими способами избавляться от грузунов в доме. Там постройки все уже покрыты. Ну, завалились и покрыты мусором. Сейчас мусор доходит до конька крыши. А что мы сделаем? Он же же, ну как, вы не первые здесь. Он ни с кем не хочет идти в контакт. Даже то, что были люди, которые предлагали выкупить участок, купить ему квартиру, а это все вывезли. Ну, не согласился. Напротив дома со свалкой детская клиническая больница. Вид из окон медучреждения прямо на куче мусора. Врачи и местные жители обеспокоены. Подобные антисанитарные условия – благоприятная среда для распространения инфекционных заболеваний. Внутри самой свалки развиваются разные микроорганизмы, которые имеют тенденцию к созреванию в энеробных условиях. То есть, в условиях, в которых отсутствует кислород. Процессы гниения происходят. Вокруг свалок образуется масса бродячих животных – собаки, крысы. А крысы, как известно, передают заболевания инфекционные, опасные для людей. Законно проникнуть на приватизированную жилплощадь и ликвидировать мусор можно. Но только если он вреден для жизни и здоровья окружающих. Адвокаты отмечают, торгаться на эту территорию возможно только по решению суда. Санстанция, это комиссия райадминистрации должны составить акты, указать, что действительно есть этот запах, взять замеры проб воздуха возле дверей, у соседей и так далее, в вентиляционных шахт. Установить причину, что есть гнилостные запахи и так далее. И после этого уже делать соответствующее обращение в суд, который даст разрешение в случае необходимости на принудительный вход. Деньги на ликвидацию свалки выделят из городского бюджета 15 марта. А уже через два месяца по решению собранной комиссии в законном порядке коммунальщики очистят двор. Я думаю, мы первоначально соберем в ближайшее время комиссию, вот выйдем на место, посмотрим, попытаемся пообщаться еще раз с данным человеком. И на основании уже решения этой комиссии будем делать дальнейшие выводы и будем узнать, что делать в дальнейшем. Только в Коммунаровском районе подобных свалок на частной территории около полусотни. Юристы и представители районной администрации твердят в один голос. Перекладывать вопрос ликвидации частных свалок на плечи власти – не выход из ситуации. Я забор ставлю, видите, вот колышки, и все, начинается новая жизнь. Я все, я не хочу так жить, поймите, я не хочу, я мучаюсь, я не ночь. Кристина Залевская, Андрей Снесаренко, Константин Грушко, ТВ5. Экстра деньги. В Запорожской области продолжает действовать социальная программа государственной поддержки под названием «Навстречу людям». В этом году на ее реализацию выделено 13,5 миллионов гривен. За одноразовую материальную помощь к государству могут обратиться граждане, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Как это сделать, знает Евгения Маловик. Валентина Мирошниченко – пенсионерка и ветеран труда. Еще два года назад она помогала запорожским военнослужащим. А сегодня ей и самой понадобилась помощь. Женщина впервые пришла за ней в фонд соцзащиты. Что меня привело? Мне сделали операцию на сердце, поменяли клапан, аорту, опухоль удалили на почке. И, короче, вот это все обошлось около 90 тысяч. При пенсии – 1211. Вот как выжить? Вот и пришли сюда на поклон просить помощь. У каждого, кто обратился в фонд социальной защиты за помощью, свои проблемы. Но суть одна – катастрофически не хватает денег на самое важное. С января этого года поток людей усилился настолько, что буквально бывает работа без обеда. Потому что уровень жизни упал очень серьезно. Поэтому людей бывает десятки. В качестве государственной поддержки действует областная программа «На встречу людям». В этом году на ее реализацию выделено 13,5 миллионов гривен. За помощью в фонд социальной защиты населения могут обратиться ветераны войны, труда, дети войны, бойцы АТО и их семьи, инвалиды. Они имеют право не только на денежную поддержку, но также на санаторно-курортное лечение и обеспечение техническими средствами реабилитации. У нас через областный фонд социальной поддержки громадян очень много звернений. И также, соответственно, до этой программы працюет этот фонд. В прошлом году до нас вернулося майже 8,5 тысяч человек на одноразовую материальную помощь. Сейчас еще больше звернений, поэтому финансирование увеличилось майже 7,5 миллионов гривен. Гражданам, нуждающимся в одноразовой денежной помощи, нужно обратиться в фонд соцзащиты или же к депутату областного совета. С собой взять заявления, документы, подтверждающие личность и справки, которые свидетельствуют о той или иной проблеме. Максимальная сумма государственной поддержки – 1900 гривен. Их можно получить раз в год. Пенсионерка Виктория Мирошниченко надеется, что ей дадут хотя бы несколько сотен гривен. У женщины каждая копейка на счету. Ну, может быть, гривен 500 что-то дадут на один месяц уплатить кредит в банке. Евгения Маловик, Дарья Зырянова, ТВ5. Операция «Оптимизация». Под угрозой закрытия оказалась школа одного из сел Пологовского района. Содержать учебное заведение, где в классах по 2-3 ученика, чиновники считают нерациональным. Однако местные жители уверены, его ликвидация – это крах для всего села. Активисты ищут пути решения проблемы и намерены отстоять свою школу. Подробнее Екатерина Шапка. Школа в селе Болочки Пологовского района. В маленьком классе вместо десятков первоклашек всего три ученика. Один болеет на уроке только две ученицы. Такая наполняемость для этой школы стала нормой. Раньше в классах было по 15-20 человек. За последние годы количество сельских школьников существенно сократилось. На всю школу 21 ученик, 11 преподавателей и 4 технических работника. Еще два года назад учащихся здесь было вдвое больше. Детей подвозили из соседнего села Золотая Поляна. Теперь их возят в Чубаревскую школу. Она на несколько километров ближе. А в селе Болочки недостаток учеников. Учебному заведению грозит закрытие. Согласно постановлению Кабмина, финансировать школы с малой наполняемостью с сентября 2016 года не будут. В законе прописано чітко. Там, где меньше 25 ученей, державная субвенция не назначается. Закрытие школы – крах для села, уверены местные жители. В Болочках нет ни клуба, ни творческих кружков. Это единственное место, где кипит культурная жизнь. Чиновники же апеллируют к цифрам. На одного ученика школы села Болочки из районного бюджета в год выделяют в два, а то и в три раза больше денег, чем положено. Содержать такое учебное заведение не по карману району. Из требующихся 60 миллионов гривен на сферу образования в районе в этом году выделили только 37 миллионов. Один учень, понимаете, один учень, від 30 до 45 тисяч гривен входится. Держава видає гроші на школу, на каждого учня, 8, ну, там, майже 9 тисяч гривен. Я не хочу, как только быть голосовным и никого приниживать. Але ваш заклад, Болочкинская загальна семья школа, існує за рахунок інших учнів. Де ми їм, у них забираємо гроші, ми не можемо їм придбати якісь мультимедійні засоби, спортивні приладдя. В случае закрытия школы районные чиновники намерены купить автобус і організовать подвоз школьників в село Чубарівка за 15 км. Селяне такой вариант воспринимають негативно. Говорят, дороги плохі. Маліша за метель, оцей весь проліт, він повністю під таким снігом лежить, що ми по дві неділи тут сидимо, до нас ніхто не може не заїхати, не виїхати. Ми сидимо без хліба далі. Будуть наших дітей возити? Не будуть. Родители учеников і педагоги видять выход із ситуації. Предлагають містним чиновникам сэкономити, отказатися від електроотоплення, оставити действуючий, лише часть здання школи і внов привозити учеников із соседнього села. Назад як повернуть автобус, я думаю, у сільській раді фаталу коштів для того, щоб ввозити учених сюди, із золотої поляни ввозили в Балачки. Я думаю, сільська рада спроможна. Чиновники объясняють, денег на реконструкцію системи отопления нет, а подвозити учеников із золотой поляни в Балачки не оправдано. І все ж готовы рассмотреть предложения і конкретні расчеты сільської громады. Після їх изучення обещають провести общественне слушання. Окончательне решення по поводу закрития школи ще не принято. Жители села Балачки вже обращались со своєю проблемою на горячую лінію Кабмина і намерены бороться за школу до конца. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологовський район, ТВ5. Проблемы децентрализации переселенцев і новий порядок администрировання НДС. Представители областной власти в ході рабочей поїздки рассмотрели обращения і жалоби жителі Новониколаївського района. Один із основних вопросів – земельний. Це необоснованні ціни на услуги управління госгіокадастра, відсутні взаємодії з администраціями на містах і вопросы по выдаче земли участникам АТО і фермерам. Вопрос оформлений документів в законному порядку длится шість лет. Такі примери практично по всій території області і, чесно кажучи, вони вже відзувають даже, скажімо, таку оскому і негодування, тому що цей вопрос не рішався у людей при власти Януковича. Зараз люди роблять вивод, що він сьогодні не рішається. Хоча цей вопрос рішався на законодателям рівні, ми повинні передати полноту принятия решений по земельним вопросам вниз на території, на громады, щоб глава администрації району вирішав ці вопросы. А власть це контролювала. Мотивація для потенціальних контрактників, дефицит інсулина і футболист-прогульщик. Це і многое другое дали в нашому випускі. Не переключайтесь. ПОДДЕРЖКА ПОБРАТИБОВ ПОДДЕРЖКА ПОБРАТИБОВ КАЗАЦКИЙ ДУХ В ЗОНЕ АТО ЕЩЁ ОДИН ДОЛГОСТРОЙ ЗАПОРОЖЬЯ НА СЕЙ РАС ПАМЯТНИК ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО ПЛЮС 33 Убедительна победа Запорожья В ЧЕМПИОНАТЕ БАСКЕТБОЛЬНОЙ СУПЕРЛИГИ ОСТОРОЖНО! ВЕСНА ПРИШЛА, ЖИРАФЫ РАЗГУЛЯЛИСЬ В ВОЕННЫХ КОМИСАРИАТАХ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ГРУПЫ Их главная цель – привлечь как можно больше военнообязанных в ряды контрактников. Также члены мобильной группы будут проводить агитацию среди населения в отдаленных сельских районах. Заместитель военного комиссара области Михаил Огвинов уверен, такая разъяснительная работа значительно повысит мотивацию для вступления в вооруженные силы Украины, особенно у молодежи. Специалисты, фаховцы рекламной службы по контракту, они сейчас выезжают в районах села, где среди разных категорий местного населения проводят информационную работу о проведении контрактного принципа комплектования Збройных сил Украины. Они работают с главы сельских селительных районов, а также среди жителей в отдаленных селах. Это позволит нам активизировать работу о залучении граждан на контрактную службу, то есть выбора и направления их до учебных центров. Казацкая честь и мир на Донбассе. Вклад в восстановление территориальной целостности страны вносят не только воины вооруженных сил Украины. Казаки всегда защищали родную землю, отстаивали интересы народа и государства. О запорожцах в зоне АТО и казацких традициях 21 века смотрите в сюжете Евгения Мельника. Сегодня потомки легендарных воинов продолжают их дело. В апреле 2015-го в Донецкой области из организации «Приазовье» сформировано православное казацкое войско. В его составе мариуполец Леонид Головешко. Сотрудничество всех казаков обогащает все стороны. Поэтому обязательно надо общаться, обмениться опытом, делиться. Мы постоянно держим связь с АТО. Накануне представители Международного союза казаков «Запорожская сечь» посетили своих побратимов, которые находятся в зоне АТО. Мы сейчас находимся в состоянии фактической войны. Идет запеклая борьба за свободу Украины. Проводится АТО. И сейчас с нами сегодня в Мариуполе присутствуют наши побратимы-казаки Мариуполя, с которыми мы проводим очень тесную współпрость. Суместно проводим операцию «Дозор», «Перехопление» и «Козацкий волонтер». Патриотическую идею поддерживают не все организации. Некоторые запятнали казацкую честь. На жаль, очень много казацких организаций и пророссийских, и российских снищивали, вбивали на территории Донецка, Донбасса наших солдат и жителей. Мы разорвали угоду с ватаманом Кузицыным, который 10 лет назад заключил угоду, обещав никого не грабить и не воевать с Украиной. Со времен появления казачества прошло пять столетий, но традиции неизменны. Сегодня главная задача – объединить усилия для скорейшего наступления мира в нашей стране. В 2015-м прошел первый международный конгресс казачества. Это, на мой взгляд, выдачная события, потому что съехались не только запорожские казаки, или казаки Украины, а съехались казаки из некоторых стран в мире. Мета конгресса была объединять усилия святого казакства для идеи защиты интересов свободы, независимости и территориальной ценности нашей Украины. Сборник материалов конгресса запорожцы передали мариупольским казакам. В ходе встречи в Донецкой области полковник ВСУ, бывший начальник штаба 37-го запорожского мотопехотного батальона, Илья Лапин награжден орденом. Шановный пан полковник, витаю вас с наградой, вручаю вам предповедный универсал и орден. Казацкая слава! Слава Украине! Героям слава! Это награда, это кропотливый, ежедневный, ежеминутный, тяжелый труд всех нас. Я этот орден буду носить большой гордостью, честью. Это наша общая заслуга. Это заслуга казачьего 37-го батальона, это заслуга Международного союза казаков в Запорожской Сичь. Это просто прекрасно, что мы есть, и мы обязаны защитить нашу державу. Прошлое у казаков было легендарным. Будущее вселяет надежду. Запорожцы, говорят, будут прилагать все усилия для того, чтобы небо над Украиной скорее стало мирным. Более подробно о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». В понедельник, 14 марта в 19.45. Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Коровец, ТВ5. Запорожцы вновь столкнулись с проблемой получения бесплатного инсулина. Торги по закупке этого препарата не проводятся уже около месяца. В больницах и аптеках инсулин в дефиците. Как жители города справляются с его нехваткой – далее в сюжете. Уже более 15 лет Екатерина Подубная болеет сахарным диабетом. Раньше бесплатно получала инсулин в больнице по месту жительства. Но с февраля это стало для нее проблемой. Аптеки перестали выдавать препарат. Я вообще отношусь к 9-й горбольнице. И там и получаю аптеку, там рядом, во дворе. Все было нормально. А вот в февраль одну бутылочку только длинного получили. Это аж. А ту делила так, чтобы хоть чуточки мешали. Вместо 15 я 9 и 8 колола, чтобы растянуть и хватило. Сейчас в городе нехватка инсулина. Как минимум до апреля Екатерина будет приобретать дорогостоящий препарат самостоятельно. Теперь на своем здоровье ей придется экономить. Это он у нас короткий, что она сейчас купила. Это короткий. Значит, мне маловато этого. Ну хотя бы растяну, хоть не 15 колоть буду, а 9-10. Что хватает на месяц этой бутылочки. А еще надо купить две бутылочки аж. Стоимость одного флакона инсулина достигает 300 гривен. Екатерине их нужно как минимум два в месяц. Но на данный момент в городской эндокринологической аптеке этот препарат не всегда можно купить. Это так. Теперь нужно по интернету заказывать нам инсулин. Через интернет и новой почтой получать. Но опять-таки же, пенсионеры. 1300 пенсия. Чтобы на месяц нам получить, это два флакона длинного и один короткий. Это 700 гривен. Врачи успокаивают. После проведения ежегодных торгов в области в течение месяца ситуация с поставками инсулина стабилизируется. Также дополнительно обеспечат гуманитарной помощью и больницы. На сегодняшний день эта ситуация не критическая. Только по некоторым производителям. Возможно, чего-то не хватает. По тем производителям, на инсулинах которых у нас больных порядка 10%. На все остальные инсулины есть. В течение недели, думаю, гуманитарную помощь мы получим. В этом году для Екатерины ситуация с приобретением инсулина сложная как никогда. На данный момент жизненно необходимый препарат у женщины на исходе. В те годы нормально было. А вот тут год немножко задержка. А вот с самого начала. Ну все, бутылочка кончается. Мне еще бутылочку надо покупать. Екатерина Подубная надеется, что в следующем месяце ситуация с приобретением инсулина в городе наладится. А пока женщина планирует покупать препарат в Киеве. Евгения Али, Дарья Зырянова, Константин Пороскевич, ТВ5. 150 тысяч гривен. Именно столько собрали за три года на строительство памятника Тарасу Шевченко в Запорожье. В то время, как еще в 2014 году его оценивали в 2 миллиона гривен. Монумент к обзарю городские власти обещали установить два года назад. К 200-летию со дня его рождения. Об очередном запорожском долгострое. В этот раз культурном. В сюжете Екатерины Свириденко. В мастерской у Владлена Дубинина, известного запорожского скульптора, почти нет свободного места. Здесь в основном работы из гипса и пластилина. Несколько скульптур Леонида Жаботинского, Нестора Махно, Тараса Бульбы. И макет памятника Тарасу Шевченко. Это практически копия другой его работы. Скульптуры великому к обзарю, которую решили поставить в Запорожье. Немножко я уточняю, немножко добавляю мелочи. То есть принцип тот же самый, но где-то усилил. Изобразить Тараса Шевченко в скульптуре Владлен решил еще в 2004 году. В 8 лет бился за то, чтобы в будущем памятник стоял напротив театра Магара. В своей работе хотел передать дух великого поэта. Шевченко в первую очередь творец из народа и для народа. Поэтому в скульптуре мастера он не один. Рядом с ним к обзарь. Откуда брал мысли свои? Откуда он брал поэтику? К обзаре. К обзаре играли. К обзаре рассказывали ему с бандура об истории. А история была Украины. Интересная и грустная. Хотя рука Тараса Шевченко в скульптуре и лежит на плече хранителя украинской истории, смотрит поэт в другую сторону. По задумке автора, голова Шевченко должна быть направлена в сторону острова Хортица, где в свое время побывал поэт. Вот это же у меня Хортинский валун, на котором сидит к обзарь. И земля, Хортинская земля. Уже он смотрит на Хортицу. Уже он не на театр смотрит, который здесь в театр, а несколько в сторону. И уже он в мыслях, уже он там. Памятник Владлены городские власти планировали установить к 200-летию со дня рождения Великого Кобзаря, то есть еще в 2014 году. Место строительства памятника определено. Его внешний вид, облик монумента также определен и согласован управлением архитектуры. И сегодня стоит вопрос, как обычно, только в одном – финансирование. Деньги из городской казны решили не выделять. Вместо этого открыли счет, чтобы каждый желающий мог перечислить на строительство памятника посильные средства. Почти за три года вместо необходимых нескольких миллионов гривен собрать удалось только 150 тысяч. Все время у нас как-то памятники на общественных началах делаются. Вот в Запорожье. Не хотят в министерство, чтобы заказать нормальный памятник, в материале, нужно заказывать в министерство. А наши кировнецтва, вот давайте на общественных началах. Кроме памятника Тарасу Шевченко, скульптор хотел бы видеть в центре города и другие свои работы. К примеру, мечтает, чтобы памятник Кириллу и Мефодию установили возле библиотеки Горького. А вместо Феликса Дзержинского давно предлагал поставить памятник Тарасу Бульбе. Ну, а ждать, конечно, придется. Екатерина Свириденко, Андрей Сенсаренко, ТВ5. Надо было записку от родителей принести. Мексиканского нападающего испанского клуба «Реал Соседат» Карла Савелла отстранили от тренировок своего клуба. А все из-за похода футболиста на концерт Криса Брауна. Велла пропустила одну из тренировок, чтобы посетить шоу американского певца. Мексиканец позвонил в клуб и сказал, что у него грипп. Затем в сети появились снимки Веллы на концерте в Мадриде. После этого его и отстранили от занятий с командой. Девиз Елены Назаренко – правда и только правда. Причем актуальная и своевременная. Новости спорта далі. Ви дивитесь новини спорту. В найближчі кілька хвилин про надрезультативну перемогу баскетбольного клубу «Запоріжжя», лицарський турнір на шпагах та неочікувані хобі запорізьких спортсменок. Вітаю вас. Найзручніший суперник для баскетболістів «Запоріжжя» – це київський інфіз. В четверте у сезоні місцеві гравці обіграли столичних студентів. Про найрезультативнішу перемогу баскетбольного клубу «Запоріжжя» у цьому розіграші суперліги розповість Руслан Невицький. Потужний старт приголомшив гостей. Молодий розігруючий «Запоріжжя» Юрій Кондраков заробив 5 очок поспіль. Справу продовжили рибалко Бутта Змитрович. За 2,5 хвилини запорізьці оформили ривок 13-0. Після таймауту київські студенти остудили пил господарів. Закинули у відповідь 4 очки. Однак запоріжці були нестримні. Антон Саєнко ефектно завершив 10 хвилинку дальнім китком. Рахунок став в 32,15. Першій четверті, мені здається, не промазали ні одного бруска. Все потрапляло під кольцо з периметра. Але в перериві важливо було тримати темп, не розслаблятися. Ну, що в нас, я вважаю, вийшло. Центровий «Запоріжжя» Антон Буц невпинно набирав очки. Господарі тримали інфіз на відстані 20 очок. Наставник «Запоріжці» Дмитро Щеглинський активно використовував ротацію. Наприкінці чверті перевагу вдалося збільшити до 30 очок. Видовищним трьохочковим, як і Змитрович, підсумував першу половину зустрічі. Цифри на табло засвідчили перевагу «Запоріжців» над київськими студентами. Перевага в рахунку дозволяла Дмитру Щеглинському давати більше часу молодим гравцям. На фоні інших виділявся Антон Цаєнко. Менше ніж за дві хвилини він заробив 9 очок. Інхіс відповів видовищним епізодом за участю Павла Лебединцева та Антона Дзюби. Проте цей «Алей-Уб» зиск ухиянам не дав. Їхня команда поступалася перед закінченою чвертю 57-78. В заключній чверті молодь Запоріжжя становище не зіпсувала. Ярослав Фомішов закинув складний кидок з дальньої дистанції, оформивши у матчі 11 очок. Завдяки кращому відсотку влучань та перевазі на підбираннях, баскетбольний клуб «Запоріжжя ЗОК» в четверте у сезоні обіграв київський інфіз. Цього разу найбільш переконливо – 108-75. Хочу бачити команду «Болечка з вбільною». Дякую, що прийшли, підтрималися. Сьогодні практично забитий зал. Був дуже приємно. На підтримку своїх глядачів запорізька команда розраховує і в суботу. 12 березня місцевий клуб прийматиме одного з лідерів чемпіонатом «Столичне Динамо». Початок гри в Палаці спорту «Запоріжжя» «Люмінбуд» – о 14.00. Руслан Левицький, ТВ5. Ганбольний клуб «Мотор» подовжив контракти з рядом своїх провідних гравців. Ще на два роки залишаються у лавах чемпіона України Борис Пуховський, Сергій Шельменко, Айдена Смалашкінська та Станіслав Жуков. Трудові угоди з цими виконавцями підписано до кінця сезону 17-18 років. Керівництво клубу задоволене результатами цих ганболістів і розраховує на них в майбутньому. Про це говорить спортивний директор «Мотора» Геннадій Касай. Каже, клуб ставить собі завдання потрапити до фіналу чотирьох ліги чемпіонів, а згодом і здобути головний ганбольний трофей Старого світу. Лицарський турнір на честь 8 березня. Чи можна вигадати кращий подарунок для чарівних дам, вирішили запорізькі фехтувальники і цього року відкритий чемпіонат області присвятили Міжнародному жіночому дню. Причому силами мірялися не тільки хлопці, а й команди представниць прекрасної статі. Як лицарі виборювали перемогу на шпагах, знають наші кореспонденти. Під час поєдинку Максим дуже зосереджений. Зараз між суперниками триває боротьба за перше місце. Хлопець виступає за команду лицарі, а головну конкуренцію фехтувальникам складає команда козаки. Під час вирішального поєдинку Максиму складно стримувати емоції. В команді по три учасники. Кожен з них заробляє очки для свого колективу. Окрім цього, спортсменам потрібно навчитися працювати злагоджено в команді. За словами тренера, довіра до товаришів – запорука успіху. Хоча Максиму більше довподоби виступати в особистому заліку. У хлопця навіть є власний секрет успіху. У відкритій першості області взяли участь вісім команд. Серед них – три жіночі. Змагаються на шпагах. Організатори кажуть, такі турніри дають можливість молодим спортсменам набратися досвіду перед серйознішими стартами. Сьогодні завдання кожного – заробити якомога більше очок для своєї команди. Своєобразний небольшой траплечик для всіукраїнських сорівновань, які проходять у нас в чемпіонатах України і Кубка. Тобто ми дивимося, як хлопці працюють, як вони складно працюють. Медалі командного чемпіонату Запорізької області розігрують спортсмени від 10 до 14 років. Турнір проходить за коловою системою. Розпочинають змагання чоловічі команди. Потім естафету підхоплюють дівочі колективи. Бойовий настрій не підвів Максима. Його команда лицарі на цьому турнірі посіла перше місце. Другими стали козаки, а бронза дісталась команді запорізьці. А от у змаганнях дівчат перше місце виборола команда «Клевер», другими стали «Принцеси», третє дісталось команді «Клинок». Оксана Якименко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Запорізькі дзюдоїсти зустрічали березень у столиці на турнірі «Київська весна». На татамі сперечалася вражаюча кількість учасників – аж вісім сотень. Запорізьцям вдалося упіймати три золота і три бронзи. Переможцями змагань стали Родіон Криворучко, Сергій Ковбасюк та Андрій Бондаренко. Треті місця посіли Кирило Карєв, Матвій Переродов і Олексій Чикалов. Запорізькі спортсменки не лише красуні і чемпіонки, а й цікаві багатогранні особистості. Багато хто з них має незвичайні хобі, які зовсім не пов'язані зі спортом. Що у вільний час робить майстер спорту України зі спортивної аеробіки Світлана Кокарєва, питали наші журналісти. Світлана Кокарєва – майстер спорту України зі спортивної аеробіки і кандидат у майстри з легкої атлетики. Окрім багатьох спортивних досягнень, жінка знаходить час і для творчості. Уже більше десяти років захоплюється хендмейдом. Все почалося з того, що дитинку потрібні були якісь розвиваючі грушки, якісь кришечки, пробочки, якісь розвиваючі коврики. Вспомняла школьні уроки труда – там шити, там пришити, там вишити. І воно пішло, пішло і зупинитися не можу. З початку це були вироби з тіста, згодом з'явилися роботи із шерсті та стрічок. Також майстриня створює штучні дерева, працює у техніці декупаж. Свої вироби дарує рідним та друзям, а деякі навіть виготовляє на замовлення. Почалося для себе, потім на подарунки, ну а тепер те, що кисається тих же шапок, торти з памперсів. Тобто це вже йде чітко під заказ. Жінка зізнається, вільного часу в неї майже не залишається. Над деякими виробами може працювати шість годин. У мене немає свободного часу. Для всіх загадок, в першу чергу, для мене. Тобто, відкуди береться час на це хобі, воно з нікуди хочеться. Тобто, там два часи. Много часу займають шапки, її потрібно к ряду 4-6 часів. Хобі вимагає не тільки багатовільного часу, а й значних фінансових витрат. Майстриня каже, її вироби – задоволення не із дешевих. Ті, хто займається хендмейдом, вони прекрасно розуміють, що це не дешеве влечення. Тобто, всі ці ленточки, краски, та ж шерсть стоїть достатньо грошей. Майстриня не виключає можливості заробітку на власному захопленні. Але поки що головним покликанням жінки залишається спорт. Ну, напоки, фізкультуру відбили, ми працюємо, і мені це подобається. Ну, я не знаю, може, це поки що моє призвання. Можливо, коли щось змінюється, я, відповідно, можу перейти на сторону дизайнерської роботи. Творчість спортсменки оцінили не тільки друзі та рідні. Її роботи минулого року були представлені на запорізькій виставці та мали неабиякий успіх. Попереду у жінки ще багато нових ідей та творчих задумів. Юлія Паськов, Костянтин Параскевич, ТВ5. У п'ятницю традиційно розповідаємо, чим ділилися запорізькі спортсмени у соціальних мережах цього тижня. Як і більшість українців, наші чемпіони насолоджувалися святковими вихідними. Чемпіонка світу з шашок Ганна Дмитренко використала їх, аби повеселитися з подругами. Рекордсменка України з метання списа Анна Гацько-Федусова опановувала новий вид зброї, цього разу вогнепальної. А дзюдоїстка Марія Скоро скористалася вихідними, аби з'їздити додому в Нову Миколаївку та побачити своїх рідних. Тим часом збірна України зі стрибків у воду, в складі якої двоє запоріжців – Максим Долгов і Вікторія Кесар – відзначувала 8 березня разом. А чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк на честь жіночого свята потішив своїх численних болівальність фото з оголеним торсом. Поруч з Жаном бачимо ще одного спортсмена, який представляє школу вищої спортивної майстерності – Дмитра Цимбалюка. До речі, вже цих вихідних Дмитро, Жан і Денис Дем'янков візьмуть участь в чемпіонаті Європи з боротьби, який цими днями прийматиме Латвія. Тож любителям спорту буде що подивитися. Також на матч запрошує запорізька «Орбіта». Завтра дівчата проведуть заключну глур першого колу чемпіонату проти Луцької Волині. Початок в Забі об 11-й. А у спортивній дитячій школі Олімпійського резерву «Спартак» відбудеться чемпіонат України з важкої атлетики серед ветеранів. Старт змагань у суботу о 10-й ранку, урочисте відкриття – о 12-й. Тим часом спорткомплекс «Моторсіч» збере сильніші флорбольні команди України. Чотири жіночі колективи, серед яких і Мелітопольська скала, розіграють путівку у суперфінал національного чемпіонату. 12 березня – початок ігор о 15.30, 13-го – о 10-й ранку. Як бачимо, вихідні обіцяють бути цікавими, тож бажаю і вам провести їх спортивно. Дякую, що були з нами цього тижня і до нових зустрічей в ефірі. Хай щастить! Мартовські коты вже не в тренде. На пікі популярності – мартовські жірафы. В связи с очень теплой погодою, сотрудники зоопарка Брукфилд 8 марта выпустили жірафов із закрытого вольера. Животные не приминули этим воспользоваться і вышли на прогулку. А двухлетний жіраф по кличке Потока настолько обрадовався возможностей размять ноги, что обіжав вольер несколько раз. Когда смотришь на это безудержное счастье, переживаешь только по одному поводу, лишь бы он ноги не переломал. Уж больно несуразно, хоть и весело, смотрятся прыжки этого своеобразного животного. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города и области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред. Это tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова